О Югре Как вообще все начиналось? Я даже не могу сразу сказать, что меня вдохновляет. Это может быть маленький жучой, это может быть маленький цветок. Но вдохновляют те люди, которые здесь работают. Сразу могу сказать, как это Арсан Леонидовна Васина. С ней в лес пойти, это одно удовольствие. А вот это такой цветок, а это такой цветок. Боже мой, как все это она запоминает. То есть нужно ведь увидеть, открыть эту красоту. Конечно, конечно. Или, допустим, Стрельниковы, заповедник Юганский, Ольга Геннадьевна и Евгений Григорьевич. Они же песни слагают во своих птичках, орнитологи. И вот вы таким образом заражаетесь и хотите уже это показать. То есть песни написаны, а вот показать вы это зрителю, что в глазах. Ну тут уже отдельная песня начинается. Как засидки делаются, как все это. Ну, это отдельная песня. Ну вот сейчас вы приехали в Югру, вы снимаете целый цикл программ. Да. Правильно. То есть о чем снимаете сейчас и как долго уже идут съемки? То, которое только начинается. Это уникальные места Югра. Какие это места? Ну вот завтра уже едем мы в рай, в половинку рукотворной Курганы. Слышали когда-нибудь? Слышали. Да, все это создавали. А когда? Есть информация? Вот все будем узнавать. Все будем узнавать. Все узнаете и нам обязательно расскажут. То есть в рай есть и люди, которые хранят. Половинки, да, конечно. Анатолий Николаевич Хомяков. Это же потрясающий человек. Здесь в окружной столице что успели постепить? И не только ведь они могут рассказать. Да. Допустим, московские ученые. Я надеюсь встретиться с Новиковой Натальей Ивановной, которая как раз пишет об этих Курганах. Но вы приехали и со своей командой, да? Есть люди, с которыми вы работаете постоянно систематически? Да, конечно, конечно. То есть съемочная группа в первую очередь, да, большая? Ну у вас состав какой? Не, небольшая, совсем небольшая. Три-четыре человека, всю съемочную группу. А дальше уже начинаются и редакторы, и авторы, и монтажеры, и корректоры цвета, и так далее. И целая команда там уже дальше. Хорошо. Но вот когда начинаются съемки, когда вы еще только имеете такое вот представление, да, общее о том, какой будет картина, вы уже примерно понимаете, хронометраж каким будет, каким языком будет. То есть это уже все складывается заранее? Нет, это точно складывается заранее. Думаешь, прописываешь, а как все это будет выглядеть, что это... О, вертишейка. Вот она, вертишейка. Да, вертишейка. Кстати, дятел. Это дятел? Дятел. А где же красная голова? А где же стук? Нет. В конце концов. Они немного другие дятлы, но вот они не могут делать дупло. Они готовы, только дупло заселяются. А вот это уже седой дятел. Такая разновидность, и как много дятел. Вы попутешествовали по разным местам Югры, вот что... Смотрите, смотрите, что делает какой красавчик. Глаза красные, сколько нужно много узнать, понимаешь, даже из двух секунд видео мы уже узнали, что это дятел. Я и смотрю, то есть по разным местам Югры вы путешествуете, вот какие места наиболее запоминающиеся? Как можно не запомнить приполярный Урал? Туда все хочется и хочется. Вот в прошлом году снимали Елизаровский заказник. Это же фантастическое место. Фантастическое. Вы представляете, больше двухсот орланов-белохвостов. Вот стрель, да. Здесь сто километров от Хантамансийска. Даже меньше Елизаровский заказник. Ведь это нужно их ждать с камерой. Это уже другая история, начиная. Вы представляете, двести, больше двухсот оказывается орланов-белохвостов только в Дельте-Волге такой еще есть. Да, это потрясающе, потому что, ну, обычный, обычный житель, мне кажется, не знает такой информации. Конечно, и хочется показать, именно вот это хочется показать. Ну вот смотрите. Смотрите, я никогда не знал, что такое лейкоуток. Лена вот знала, кстати, Лена, что такое лейкоуток? Расскажите, пожалуйста. Утки, когда уже меняют перья, и летать они не умеют. И мы нашли огромное количество, вот такое старое, ну, болото, озеро, что-то такое среднее. И мы поставили туда засидку. Оператор я встал, я чуть-чуть тихонечко вокруг болота ходил там и подгонял этих уток. Надо же бесшумно еще ходить. Нет, я-то издалека, чтобы подгонять чуть-чуть к оператору. А оператор бесшумно сидит в засидке. И вот это огромное тысячи уток, которые не умеют летать с одних камушей в одну сторону, прямо перед оператором. Пролетают, не проплывают. Ох, везение, ох, красота. Ну вот это везение не очень большим трудом достается. Да, да, не просто случайность, конечно. Затоптали оператора. Просто, если практически так перегорел на работе. И по объективу прошлись. А вот условия... А оператор стоит практически выше колен в воде. В болоте. В болоте стоит. А вот отсутствие комфортности, отсутствие цивилизации, то есть не смущает вообще или это как раз то, что вдохновляет вас? Вообще не смущает. Когда такое видишь, когда вот такое видишь, балбанты. Еще раз. Представляю, балбанты, это озеро Балбанты, священное место, удивительное место, удивительное место. А вы пересматриваете свои работы? Вот, я не знаю. Просто я смотрю, вы с таким азартом... Конечно, потому что, наверное, у вас очень много кадров в голове, вот этих красивых планов. Я с ужасом в какой-то момент заметил, что я все кадры помню, абсолютно все. Вы что? Там сотни и сотни часов, 20 лет назад, вот вы включите кадры, я точно буду знать, где это снято, с кем это снято. В каком месте это снято? Я не знаю, откуда. Вот это уже профессионально какая-то память начинается. Но вот сейчас в половинке, сколько планируется часов съемки? Нет, немного, немного больше. Больше озадачить Анатолия Николаевича, чтобы они в музее подумали, как вот это преподнести. Потом хочется, может быть, получится и в Тап съездить. Деревня Тап есть, река Тап, когда впадает, там священный камень есть. Туда тоже хочется съездить. И, оказывается, удивительная тоже история, в Кандинской массе, как бы, вот эти рукотворные горы являются прообразами неройки священной горы. Они с гор как бы пришли, и это буду я узнавать. Но, во всяком случае, есть предположение. Все-таки вот они рукотворные священные неройки строили. Вы представляете? Нет, это очень сложно представить. Вот вы будете узнавать, и мы благодаря вам тоже будем узнавать. Спасибо вам огромное. Очень жаль с вами прощаться. Лев Вахитов сегодня был в нашей студии. Уникальнейшее утро. Желаем вам такого же продолжения дня. Совсем скоро продолжим. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.